Здравствуйте! Это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие пять минут все самые заметные новости из мира ЖКХ. Их по-прежнему создают недобросовестно работающие коммунальные службы. Далее коротко о главных темах. Выход сточных вод. Какой район Барнаула оказался в центре коллапса из нечистот? Потоп с потолка. Почему бейчане смотрят на крышу, а видят небо голубое? Закатали. Как долго продержался свежий асфальт в одном из дворов краевой столицы? Этот район города можно найти по запаху. В Барнауле одну из улиц залили сточные воды. В результате отходами жизнедеятельности топят несколько жилых домов и в финале речку Пивобарку. Выход стоков на поверхность происходит уже не первый раз, жалуются местные. Восстание микробов в отдельно взятом районе. Залитая жижей улица носит название 2-я строительная 56. Нескончаемым потоком на дорогу льется то, чем наполнена канализация города. За несколько месяцев здесь уже образовалось приличное болото. На пути поток встречает придомовую территорию, приусадебные участки и в финале местную речку Пивоварку, которая стекает вопь. Сейчас уют на улице стало напоминать одну большую выгребную яму со всеми вытекающими отсюда последствиями, например, в виде дизентерии. Такая жара у нас здесь дети. Дети тут же играют в этой помойке. Вонище, дышать невозможно, сами чувствуете. Ну и в принципе вот оно все отношение к нам, к жильцам. Специфический запах распространяется на десятки метров в округе. Дышать нечем причина, по мнению жителей, одна – бездействие управляющей компанией «Старый Барнаул». Именно из-за нечистот якобы и произошел коллапс. Люди жаловались, писали обращения. В результате мастера все же приехали, обещали пробить засор. Избежать вспышки дизентерии можно, говорит наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь. Такого рода протечки приводят не только к техническим именно каким-то нарушениям, но и санитарно-эпидемиологическим. Такого рода именно протечка может привести к заболеваниям различных людей. В данной ситуации, в случае уже бездействия различных, конечно, органов, людям лучше всего обратиться в прокуратуру района с целью привлечения к ответственности виновных лиц. В случае, в принципе, дальнейшего именно бездействия, можно обратиться дополнительно и в иные органы, например, СЭС. Одна из историй, о которых мы рассказывали в наших прошлых выпусках, получила продолжение. Речь идет об одной из вечных бед России – дорогах. Так вот, в одном из спальных районов города, прямо во дворе дома, земля в буквальном смысле ушла из-под ног. Смотрим, чем это все закончилось. Теперь здесь гладкая ровная поверхность. Вернули былой вид двору мастера компании-застройщика, говорят местные жители. Это сейчас. Вот так было ранее. Долгое время покрытие территории дома с номером 254 по улице Антона Петрова напоминало скорее решето. Очевидцы говорят, хватило нескольких минут, чтобы в асфальте образовалась дыра. А буквально за углом еще один провал. Тут уже рисковали попасть в яму не только водители, а дети, которые играли на детской площадке. Бывает всякое. Грунтовые воды, то есть там все эти. Коммуникации проложили где-то. Такое часто бывает. Все решается, я думаю. Исправили. Видимо, мастера решили, и так сойдет. Вот иначе как можно объяснить, что буквально через несколько дней здесь образовался очередной провал на том же самом месте. Теперь под землю уходит уже новенький асфальт. Обращает на себя внимание в этой истории то, что многоэтажка построена всего три года назад. Двор в итоге оказался с браком. В таких ситуациях, говорит юрист, недоделки должен исправлять сам застройщик. Водопад после дождя. Именно в такой ситуации оказались жильцы дома в Бийске. Там уже много лет люди не могут добиться ремонта кровли. При этом спасение утопающих, как всегда, оказалось в руках самих утопающих. Помимо мобильных телефонов, горожане взялись за ведра и тряпки. Вот тоже угол трещит. Короче, скоро это все развалится абсолютно. Смотрите, все потрескалось полностью, и трещины идут вовнутрь. На кровле собственного дома Елена Александровна частый гость. Возможно, даже чаще, чем специалисты фирмы «Уютное жилье». Главнее всего, погода в доме, она здесь ненастна, уверяет женщина. Кровля, вот уже которой по счету сезон оказывается не готова к осадкам. Местами покрытие напоминает дуршлаг. В подъезде вот так вот угол. Прям можно... Ну вот, где-то вот так вот руку просунуть. Именно вот на этом месте. Протечки сквозь щели. Обычное дело, говорят жильцы. Судя по разрушенным плитам, так оно и есть. Заплатка на заплатке не помогает. Сейчас крыша продолжает обрастать свежими сколами. Бичане уверены, никакой текущий ремонт уже не поможет. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Бурновле прежней, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб, или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. Субтитры создавал DimaTorzok